МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ростов сегодня – это начало земляных работ рекультивации полигона ТБО в северо-западной промзоне и 400 граммов наркотиков под капотом машины в карманах ехавших в ней иностранок. Это воспоминания 101-летнего участника Сталинградской битвы и мультимедийная выставка к 80-летию ее окончания. А также мастер-класс детям по спасению из-подо льда и рождественская ель с Соборной площади в подарок детсадовцам. Ростов сегодня – это поход на Старый базар за злаком, без которого овсяная каша станет просто водой, а росткам овса будет просто неоткуда прорастать. А еще это поражение хоккейного Ростова по булитам, которое устроил наш бывший игрок. Воспоминания о Михаиле Гнесине к 140-летию со дня его рождения и плюс 5 без метелей за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Земляные работы начались на полигоне твердых бытовых отходов в северо-западной промзоне Ростова. Рекультивация закрытого в 2018 году полигона ведется по региональному проекту «Чистая страна» и нацпроекту «Экология». Стоимость работ впечатляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Плановый срок ее завершения 30 октября 2024 года. Сейчас на полигоне формируют тела западного и центрального отвалов, расчищают, планируют и обустраивают территорию под строительный городок. Задействовано 12 единиц техники, 7 бульдозеров и 5 экскаваторов. 400 граммов наркотиков нашли под капотом машины донские полицейские, а ехали в этой машине две иностранки из ближнего зарубежья. Женщин задержали, наркотики изъяли. Подробности в сводке ростовского городового у Татьяны Цепелевой. Также расскажу о еще одном наркопреступнике, спасении дебошира, нескольких ДТП с пострадавшими пешеходами. Наркокурьеры из ближнего зарубежья задержаны в Ростовской области. Почти 400 граммов наркотиков две женщины везли в автомобили. Сначала полицейские обнаружили в их карманах два свертка с порошком. Экспертиза позже установила, что это героин массой 5,5 граммов. А гораздо более крупную партию иностранки спрятали под капотом. Там обнаружено почти 394 грамма метадона. Как выяснилось, синтетический наркотик они собирались сбыть через тайники закладки, а героин держали для себя. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Женщины заключены под стражу, им грозит солидный срок в колонии. А у 30-летнего таганрожца наркополицейские изъяли гашишное масло. Теперь мужчине грозит немалый срок за хранение наркотических средств. И, кстати, задержанный уже был, судим за аналогичное преступление. Наркотики были спрятаны в пластиковых контейнерах. Экспертиза показала, вязкое вещество желто-коричневого цвета – это тетрагидроканабинол, проще говоря, гашишное масло, общей массой почти 100 граммов. Подозреваемый купил это все в интернет-магазине, как уверяет, для себя. Теперь он под стражей и грозит ему до 10 лет заключения. Пожарные спасли мужчину, который чуть не выпал из окна шестого этажа. Было это в Новочеркасске. По словам очевидцев, парень вел себя неадекватно. Шумел всю ночь и затопил несколько нижних этажей. Образумить его соседи не смогли, в свою квартиру дебошир никого не впускал. А затем вдруг решил вылезти в окно. Остановили его только пожарные, забравшиеся на шестой этаж по автолестнице. При этом спасаемый еще и пытался сопротивляться. Спасатели справились. Сначала втолкнули его в комнату, а потом, открыв входную дверь, передали правоохранителям и медикам. Пенсионерка едва не погибла под колесами легковушки. Накануне днем в Азове 58-летняя автомобилистка ехала по проспекту Зои Космодемьянской. Но вдруг на проезжую часть вышла 69-летняя бабушка, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода. Затормозить автоледи не успела и на полном ходу сбила пешехода. Травмированная пенсионерка госпитализирована. В тот же день в том же Азове сбили еще двух пешеходов, только водитель с места ДТП скрылся. По предварительным данным, около 7 вечера 17-летняя девушка с 18-летним парнем стали переходить улицу Маяковского по пешеходному переходу. И на середине проезжей части их на большой скорости сбил автомобиль. С различными травмами пешеходы обратились в больницу, а правоохранители пытаются установить марку машины и личность водителя. И на этом у меня все. До встречи. 2 февраля – день воинской славы России. Дата, напоминающая о величайшем подвиге. Ровно 80 лет назад победой Красной Армии завершилась Сталинградская битва – главное сражение 20 века. О событиях, переломивших ход Великой войны вместе с нашей съемочной группой, вспомнил их участник Родион Шутенко. Если о войне с фашизмом говорят, в памяти невольно возникает Сталинград. Я был участником боев за Сталинград, и у меня на те бои особый взгляд. Под Сталинградом враг был нами остановлен. Под Сталинградом ход событий переломлен. Ростовский художник и поэт Родион Шутенко в своем творчестве часто возвращается к дням 80-летней давности. И неудивительно – Сталинградская битва для него, тогда молодого артиллериста, стала боевым крещением. Вспоминает, бои шли тяжелые, но наших воинов именно тогда, наконец, мощно поддержала промышленность, что и стало, по его мнению, залогом победы. Нас мучил до Сталинграда БК. БК в переводе – боевой комплект. Вот дадут тебе определенное количество снарядов, и как хочешь. Танки, а ты должен думать и о последующих боях. А когда нам дали от Сталинграда с избытком даже снаряды огня, мы пошли вперед. Так победоносно в рядах Красной Армии прошел Родион Степанович от Сталинграда до Кёнигсберга, где и встретил 9 мая. На его груди – орден Отечественной войны, орден Боевого Красного Знамени и множество других наград за каждую победу. Самые памятные события, конечно, это Сталинград, Меус, Перекоп, Турецкий вал. Вот три события, которые у меня в памяти останутся навсегда. О подвигах героев Великой Отечественной не забывают и через 80 лет. В канун юбилейной даты ветерану пришло поздравление от Владимира Путина. Уважаемый Родион Степанович, поздравляю вас с годовщиной Сталинградской битвы. В поздравительном письме слова о мужестве бойцов, сумевших переломить ход войны и открыть путь к победе. А в строках еще одного стихотворения 101-летнего ветерана Родиона Шутенко – бесконечная гордость за легендарный Сталинград. Ты стал предвестником победы над врагом, Со всеми вместе штурмовал и взял рейстаг, И глянул на весь мир салюта гром, Когда над логовом фашизма засиял советский стяг. Алина Николаева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский Всероссийская мультимедийная выставка «Сталинград. История победы» Открыта сегодня в историческом парке «Россия. Моя история». Понятно, что посвящена она 80-летию разгрома немецких войск в Сталинградской битве И рассказывает о ней максимально наглядно. Сталинградская битва – одна из важнейших в Великой Отечественной. В ней принимали участие более двух миллионов человек. Ее значение, масштаб и, конечно же, последствия для освобождения России Предугадать сложно и трудно. Воздушная блокада, операция «Зимняя гроза», Кольцо, Мамаев, Курган, Дом Павловых и не только. Все это пример стойкостям советского народа, Стал частью истории, которую важно помнить и сохранить. Юнормеец Максим Катюков увидел эту новую выставку одним из первых И, как говорит, был рад прикоснуться к частичке такой великой истории. Я ощущаю радость. Радость за нашу нацию, за то, что мы смогли свергнуть врага. Ведь немецко-фашистские захватчики шли по миру практически без препятствий. Кто-то им сразу сдавался, кто-то оказывал некое сопротивление. Но все равно они были сломлены. Но только мы, только наша великая страна смогла противостоять немецко-фашистским захватчикам достойно. Сталинградская битва началась 17 июля 42-го года. Параллельно штурмовался Ростов. Противник направлялся к излучине Дона. Надеялся дойти за неделю, но шел он почти что месяц. Мы довольно долгое время обороняли Дон. Донскую нашу, грубо говоря, другой берег, уже берег, соответственно, левый. Но, к сожалению, стало понятно, что просто мы его удержать не сможем. Потому что немцы нас несколько раз уже окружили, взяли им большие котлы. И было понятно, что если мы будем за Дон держаться дальше, к сожалению, просто всю нашу армию разгромят. И наши солдаты отошли на Волгу. Бои там разгорелись 23 августа. На выставке «Сталинград. История победы». Битва за этот город представлена по хронологии, со всеми важнейшими сражениями. Мы обычно вспоминаем только Мамаев курган и Дон Павлова. Хотя на самом деле отрядов было гораздо больше. И они вплоть до 19 ноября уже держались, по сути дела, из последних сил. В том числе мы поговорим про операцию «Уран», которая во многом спасла те немногие отряды, те островки, которые все еще удерживала наша армия, и которые уже, по сути дела, были в истощении. Мы говорим, соответственно, о том, что в итоге, как эта битва влияла на бои под Ростовом. Макувана через 12 дней после окончания боев в Сталинграде Ростов-на-Дону был освобожден. Мультимедийная экспозиция сформирована специально к юбилейной дате командами проекта «Россия. Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва». Эффект присутствия создают современные анимированные карты, инфографические схемы, видеохроника, дневники участников событий, портреты и цитаты. Да, эта выставка, она входит в череду тех выставок, которые мы посвятили к 80-летию освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. В частности, Сталинград мы взяли в историческом музее города Волгограда нынешний. И, конечно, им спасибо за это. Наши посетители сегодня уже прошли первые, они очень довольны остались. Всероссийскую мультимедийную выставку «Сталинград. История победы» можно посмотреть до 26 февраля. Инна Билан, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Там же в парке «Россия. Моя история» сегодня провели патриотический форум «Сталинград. Битва за будущее». По приглашению Молодой Гвардии и Единой России в нем поучаствовали две сотни молодых ростовчан, а почетным гостем стал участник штурма Берлина Борис Золотарев. На форуме работала выставка военных реликвий, найденных поисковиками на местах боев в Ростовской области. Были на стендах и образцы западного вооружения, применяемого сейчас против российской армии в Донбассе. Такие экспонаты составляют основу школьных музеев. Мы снова стали открывать школьные музеи. На это мы выделяем средства из собственных фондов, приобретаем мебель, интерактивные доски, мониторы. Открывая школьные музеи, мы видим те экспонаты, которые приносят, как правило, выпускники этих школ, участники боевых действий Великой Отечественной войны, их внуки, правнуки. Среди вооружения времен Первой и Второй мировых войн в экспозиции современные пули, бронежилеты и обломки ракет «Хаймарс». Социальные НКО защитят от хакеров. Ведь в кибератаке их страниц участились персональные данные людей под угрозой слива. Государство поможет НКО-организациям с техподдержкой сайтов, соответствующий законопроект уже в Госдуме. Законодательную помощь благотворительным организациям сегодня обсудили за круглым столом в областном ЗАГСобрании. Сайты социально ориентированных НКО, помогающих в том числе беженцам и семьям мобилизованных, все чаще атакуют хакеры. Деньги на установку защитных информационных систем есть далеко не у всех некоммерческих организаций. Поэтому проблему решит государство. 23 января депутатами Госдумы внесен законопроект, который, я уверена, будет принят очень быстро. И теперь органы государственной власти смогут помогать некоммерческим организациям следить за своей цифровой безопасностью, вплоть до предоставления бесплатных серверов, потому что у очень многих НКО есть базы данных с личными данными тех людей, которые обращаются за помощью. Есть определенные документы оборот. Недавно Госдума приняла поправки в законодательство, освобождающие волонтеров от оплат НДФЛ с компенсацией расходов на проезд и связь. На встрече с руководителями благотворительных организаций в ЗАГС-собрании обсуждали дополнительные меры поддержки для развития НКО. Ведь общественники всегда первыми приходят на помощь. И не только в вопросах, связанных с СВО. Тут и лечение тяжелобольных детей, и поддержка сирот и людей с ограничениями здоровья. Системно решить какие-то проблемы может только власть. И, соответственно, нам очень важно общаться в том числе с законодательной властью для того, чтобы информировать их о том, что происходит, вносить предложения, предлагать правки для того, чтобы эти проблемы решались системно. Потому что никаких денег благотворительных в мире не хватит, чтобы одни и те же проблемы решать из года в год. Главная задача благотворительных организаций – адресная помощь. Крупнейший в стране РУСФОНД закупает для беженцев лекарства и оборудование для лежачих больных. Оперативно приобретал для больницы все необходимое, в том числе и для пациентов с ожогами. Не всегда органы власти могут оказать ту помощь, которая нужна человеку в силу законодательных рамок, каких-то имущественных препятствий и других обстоятельств. И вот в таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды, организации. И поэтому наше взаимодействие, наш контакт помогают решить максимум проблем наших избирателей. Депутаты, в свою очередь, помогают благотворителям в сборе средств, предоставлении помещений и многом другом. А по результатам этого круглого стола более активна станет информационная поддержка. Ведь предприниматели и неравнодушные люди не всегда знают, куда обращаться, чтобы помочь нуждающимся и какие налоговые льготы при этом можно получить. Дарья Гаркова, Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Пострадавший условный, но спасение настоящее. Водолазы МЧС дали мастер-класс поведения на льду школьникам Азовского района. Пруд комбината детского питания. Место отдыха взрослых и детей, но сейчас оно небезопасно. При температурных качелях, которые раскачиваются в нашем регионе уже неделю, лед становится предательским. Так что на него лучше не выходить. А если уж вышел, знать правила спасения. Очень часто в детстве от родителей мы слышим, не заплывай за буйки, не заходи на тонкий лед. Он достаточно непрочен. Но тем не менее, все-таки нарушаем эти запреты. Но какова цена на таких нарушений? Руслан Коваленко и Дмитрий Головань – одноклассники. Но если первый лед на прочность не пробовал и не собирается, то второй делает это регулярно. Мастер-класс МЧС моделирует действия в случае, если выход на лед закончился не так хорошо, как угощение рыбой. При спасении человека из холодной воды счет идет на минуты. А профессиональных спасателей рядом может не оказаться. Алексей Понасюк работает водолазом уже 14 лет и уверяет – у того, кто провалился под лед, очень мало шансов на спасение в одиночку и далеко от берега. Есть всего 3-5 минут на самопомощь или подвогу со стороны. А дальше страшно и думать. Ну, во-первых, это соблюдать спокойствие. Если даже вы провалились под лед, то есть нужно постараться удержаться за кромку майны, в которой вы оказались. Оценить ситуацию, где берег у вас находится. И нужно попробовать выбраться на лед. В сторону, по направлению к берегу. Ну, также звать на помощь, если есть ближайшие где-то там рыбаки, либо какие-то еще там отдыхающие. А чтобы всего этого не понадобилось, дети вообще не должны выходить на лед самостоятельно. И тем более пробовать сомнительные места на прочность. Перепадов температур, так называемых температурных качелей, когда вот этот переход через ноль постоянно происходит, когда лед становится рыхлый. Две недели назад лед образовался, очень прочный на большинстве рек Ростовской области и водоемов. Но в данную погоду, в данный период времени он становится рыхлым. На ледовом уроке школьникам, конечно же, показали, как действовать подо льдом. Провалился. И пытайся вышкрептись. То есть лед скользкий, он сам вылезти не может. Машет руками там, все, зовет на помощь. Любой предмет, любой длинный предмет, полков, ни в коем случае не стоя, не подходить. Близко к майне не подходить, потому что можно провалиться туда же и поставили, может, вас утащить вместе с собой. Стандартный арсенал, средств спасения утопающих, спасательный круг, конец Александрова и жилет. И вот так вот его раскрутили. И вот, сейчас попробуем попасть в лёжу. И вот, видите, она вся уходит. А еще дети потренировались реанимировать утопленника. Но уже на манекене. Вот, на прямых, на прямых руках. И ладошки ставь вот именно на середину. Я вторая, я вторая. Этой зимой в нашей области утонули 10 человек. 12 удалось спасти. Три десятка раз спасатели выводили людей со льда, уберегая от беды. Ну а мы с вами помочь можем так. Заметив ЧП на воде, звоним в службу спасения по телефонам 101 или 112. Инна Билан, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Не в переработку, а на долгую службу в детский сад отправилась голубая ель с соборной площади. После новогодних праздников хвойное дерево, которое украшало территорию кафедрального собора, пересадили поближе к малышам. Сегодня в счастливый детский хоровод влилась наша съемочная группа и узнала, как ель лишила малышей дневного сна. На наших вещах описаны самые теплые. И адресованы они голубой еле. Праздники, конечно, позади, но разве можно не украсить новую жительницу детского сада? Самодельные открытки, хороводы и танцы сегодня в честь хвойного дерева, которое совсем недавно поселилось во дворе. У нас был тихий час, она ругалась, потому что мы не спали. А мы смотрели, как елку сажали. Когда я ее видел, она очень была красивая, потому что она была такого оттенка бирюзового. Бирюзовая красавица переехала в детский сад номер 232 с соборной площади. Там ее установили на территории кафедрального собора к Рождеству. Районные власти решили выбрать дерево не на один раз, а чтобы радовало горожан многие годы. В этом году у нас была необычная практика. Мы привезли ель с комом, чтобы ее в дальнейшем можно было высадить. И такую практику мы будем продолжать. Этот процесс, я так думаю, будет цикличный. Из года в год в нескольких местах будем высаживать такие ели. Всего в этом году мы высадили их три. Одна из этих елей и досталась детскому саду. О таком хвойном здесь мечтали давно. В коллекции уже имеются полувековые акации и липы, всевозможные кустарники, рябиновая аллея. А вот центральное место пустовало. Украшения для нашей полосы, для нашего региона – это хвойники. Они вечно зеленые. Они такой необыкновенный целительный аромат истощают. И нам очень хотелось приобрести эту елочку. Знаете, это не просто событие. Для нас она теперь стала хранительницей нашего детского сада. Мы к этому очень духовно и тонко относимся. Родилась и выросла ель в питомнике Тарасовского района. А теперь надолго получила ростовскую прописку. Она станет не просто центром всех зимних праздников, но и поможет победить в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Делятся планами в детском саду. Виктория Щетейна, Роман Корх, Первый Ростовский. Можно мультик про Чунгачангу. Неплох будет и полосатый рейс. А еще лучше документалку из африканской жизни. Телевидение может быть интересно не только людям, но и человекообразным обезьянам. Им поставили телевизор и, кажется, нашли благодарных зрителей. Наш корреспондент Екатерина Лободина заметила телезал в зоопарке через интернет и готова рассказать, что еще удивило или порадовало ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали снег в парке Лага, Бесснежный Ростов и лепку грязевиков в шахтах. Подробности сейчас расскажу. Ростовские обезьяны в зоопарке получили еще одно развлечение. Они теперь смотрят кино. Зоологи поставили у вольера телевизор и включили документалку с вольными приматами. И, как видно, нашим это понравилось. Некоторые из них увлеченные внимательно смотрели познавательный фильм. Комментаторы сразу предостерегли. Планету обезьянам только не показывайте. А кто-то вспомнил свое детство. Это как мы, маленькие, лежали в больнице и нам по вечерам включали телевизор. А еще было предположение, что после таких просмотров приматы научатся говорить. Пока Ростов скучает по снегу, в парке Лага он выпал и превратил территорию в сказочное место. Пользователей соцсети это зрелище восхитило. Как же красиво детям эмоции на всю жизнь. Такая красота зимой. Настоящая зимняя сказка. А кто-то предложил гнать снеговые тучи в Ростов и Таганрог, чтобы, наконец, можно было хотя бы поиграть в снежки. А вот в Ливенцовке снега нет, а под снежники есть. Никакого намека на зиму. Кто-то с сожалением заметил, что эти первоцветы так и не дождались сугробов. Поэтому пришлось распуститься под дождем. Многих цветы обрадовали. Хорошие новости, значит, скоро весна. А кто-то в них не поверил. Просто воткнули в землю и полили. Видно же. Незаснеженные территории области продолжают бороться за свою зиму. И вызывают ее ее же атрибутами. Кто-то в шахтах делает бизнес на грязевиках. В сети появилось объявление «Снеговик из экологически чистого чернозема». 100 рублей или предложите свою цену. Получилось ли получить прибыль таким способом – неизвестно. Но подписчики сразу раскусили предпринимателя. Этот снеговик летом сделан. Видно же. Хотя хорошо подсохнет. Сможет простоять годами. Это моя последняя новость на сегодня. Спасибо, Катя. А мы продолжаем. Дубинушка, семенуха, пучалка, сливуха, пуховая – это лишь малая часть названий различных каш, которые готовили хозяйки на Руси. Состав и рецепты у каждой для разных случаев жизни. Нашего старобазарного корреспондента Лидию Романченко неудержимо потянула к корням, и она решила приготовить на завтрак не современный геркулес, а проверенную временем и предками кашу из овса. Вот только непонятно, почему она решила это сделать вечером. Просто овес надо варить так долго, что начинать лучше именно на ночь глядя, чтобы успеть к утру. Если овсяные хлопья сегодня знают и едят даже дети, то к овсяному зерну отношения у многих настороженные. А зря. Веками наши предки замачивали, настаивали и варили овес. Правда, в отличие от овсянки, на это может уйти не один час. Овес сначала заваривают до густоты минут 45, потом добавляют сливочного масла и на полтора часика ставят в духовку, если, конечно, у вас нет русской печи. На ростовский старый базар овес едет из Краснодара, а продавцы говорят, в этом году и урожай хороший, и семечка удачная. Кстати, удачная и цена. Она держится еще с позапрошлого года, не изменяя 25 рублям за пол-литровую баночку. Хотя продавцы в эту стабильность иногда вносят изменения в пользу постоянных покупателей. 25 много, 20 баночка. Вот так же, как и все остальные семинары, Лен, вот 60-50 мы можем. У нас договорные цены, мы поэтому уступаем. Поэтому договариваемся, люди много берут и по договорным отдаем. Даже со складов отпускаем еще тешевле. Постоянные покупатели частенько берут овес, чтобы его прорастеть, причем не только для кошечек. Знатоки говорят, из овса самые вкусные проростки. Здоровым бонусом концентрат витаминов и микроэлементов под оболочкой из плетчатки. Но учтите, что пророщенные зерна нельзя оживать при заболеваниях ЖКТ, после хирургических вмешательств и в детстве. Кстати, овес можно не только есть, но и пить. С него делается квас, он очень полезен для печени, печень чистит хорошо. Вот на баночку овса на трех литровый баллон засыпаешь, туда 8 штучек изюма, 3 ложечки сахара и заливается простой водой. Через три дня вы счастливый обладатель овсяного кваса. Пьют его и для здоровья, и для удовольствия. Лично я его пробовала, и мне он понравился своим мягким, освежающим вкусом. Он еще даже вкуснее, чем наш квас. Но он очень полезен. В нем все такие витамины, которые в печени очищаются, все эти шашлаки, все-все-все. За это поэтому полезен. Этот квас, в отличие от привычного хлебного, фигуре не навредит. В стакане не больше 40 килокалорий. Зато благодаря богатому составу регулярное употребление овсяного кваса поможет пополнить запасы аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, витамина Е, фолиевой кислоты. И иммунитет скажет спасибо. А пока спасибо за внимание. До встречи. Спасибо, Лида. Мы переходим к спорту. Футбольный Ростов стартует сегодня в зимнем кубке РПЛ. Пройдет этот турнир в Объединенных Арабских Эмиратах. Участвуют в нем четыре команды. Да, Ростов сегодня играет со Спартаком. Дальше будут встречи с Краснодаром и Сочи. Спортивную тему разовьет наш обозреватель Марина Черных. Да, и первым делом поздравлю главного тренера нашего футбольного клуба Валерия Карпина. Ему сегодня исполнилось 54 года. Он сейчас в Эмиратах, но легко найдет наше поздравление через интернет. Итак, зимний кубок РПЛ стартует сегодня. Ростов наверняка поздравит тренера с днем рождения победы над Спартаком. Дальше 6 февраля сыграет Сочи, которым, кстати, сейчас руководит не чужой нам Курбан Бердыев и 11 числа с Краснодаром. Обо всем этом мы обязательно расскажем, а пока переходим к хоккею, перемещаясь в кузню. Хоккей на Ростов проиграл одному из лидеров ЭХЛ, новокузнецкому металлургу, но только по булитам. Ворота у нас стал воспитанник новокузнецка Литвинов и держал их на замке весь первый период без 38 секунд. Нападающий хозяев получил пас на синей линии, убежал один в один и шанс использовал. Наши отыгрались во втором периоде после ошибки игрока соперников. Корбит перехватил шайбу, обвел того же незадачливого металлурга и переиграл голкипера 1-1. С таким счетом командой закончили основное время, откатав обязательную программу третьего периода в холостую. Овертайм голов также не дал и вот булиты. По ходу их исполнения оказалось, что сегодня просто день такой и с голами совсем туго. Из девяти бросков результативным стал всего один. Забить смог Ополев, но вспомним, что он уже не игрок Ростова. Наши проиграли 1-2, но тренер ими доволен. Ребята справились, молодцы. В овертайме были неплохие моменты, надо было овертайме забивать, конечно. Потому что булит у нас, к сожалению, не идут вообще. Мы почти все игры на рулитах проигрываем. Хотя, в принципе, у нас есть ребята довольно мастеровитые, которые на тренировках исполняют без вопросов. Дальше переезжаем в Красноярск, где 4 февраля сыграем с еще одним клубом с вершины таблицы «Сокол идет пятым». Марина Черных, первый ростовский. Он любил Ростов и возвращался сюда даже когда стал знаменитым, чтобы вдохновиться и сделать город лучше. Именно в Ростове сын Равина, меценат, общественный деятель и композитор Михаил Гнесин написал большую часть романсов. А еще организовал первый день древонасаждения, открыл первую публичную музыкальную библиотеку и три государственных школы, две из которых до сих пор работают. Сегодня 140 лет со дня рождения Михаила Гнесина. Когда звучит фамилия Гнесины, то на ум сразу приходит музыкальная академия Гнесинка. Но корни этой знаменитой фамилии вовсе не московские. Основательницы академии пять сестер Гнесиных и два брата Григорий и Михаил родились и жили вот в этом доме. А Михаил оставил большой след в культурной жизни Ростова. Он был восьмым ребенком в большой семье Равина и быть композитором решил еще в детстве. А как же по-другому, если мама Белла певица, хоть и не профессиональная, а сестры тогда студентки Московской консерватории. Но жизнь семьи изменилась после смерти ее главы Фабиана. По воспоминаниям Михаила Гнесина жили на скромную пенсию, пришлось продать рояль и переехать в квартиру поменьше. И казалось, навсегда забыть о карьере музыканта. Ведь тогда в городе уроки были только частными. Наверное, поэтому после учебы в Петербургской консерватории Гнесин вернулся на родину и открыл в своей квартире первую в городе публичную музыкальную библиотеку, названную в честь его педагога Римского Корсакова. А через четыре года добился бесплатного музыкального образования в Ростове. Имена по инициативе Михаила Фабиановича с его усилиями и с его стараниями в 1920 году в городе Ростове-на-Дону были открыты первые три государственные музыкальные школы. Одна из них это детская музыкальная школа имени Кнесина. Это имя она получила, правда, только через 10 лет. Начинали в небольшом помещении на Еврейской улице. Теорию изучали в школе, а практически занятия с фортепиано и парой струнных инструментов педагоги проводили как и прежде у себя дома. Это уже через много лет появится здание на Комсомольской, где откроют народное и модные тогда отделения ударных и духовых. А сегодня в школе 17 специализаций, в том числе классы Гобоя и Волторны. Есть в школе и небольшой музей Михаила Гнесина, созданный педагогом Людмилой Рыбальченко. За экспозицией следит когда-то ученица, а уже 7 лет преподаватель школы Анна Казан. Школа очень бережно хранит личные вещи Михаила Фабиановича. Среди них и рукописи, и книги из семьи Гнесина. Также личные вещи, курительная трубка, например, или шапочка, которая была подарена ему в Ташкенте во время эвакуации. На стендах подробная биография Гнесина, информация о его увлечениях, поэзии, античной истории и окружении. А тут Блок, Сологуб, Мирхольд, Сарьян, Шагинян. Живя в столицах, Гнесин постоянно возвращался в Ростов и именно здесь написал большинство романцев. Каждый год в день рождения композитора муз-школа проводит концерт, начиная его восточной пляской. А еще играют композиции знаменитых учеников Гнесина, Бориса Клознера, Тихона Хренникова, Арама Хачатуряна. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Пасмурно и тихо пришел Ростов в февраль. Ветра практически нет, снега нет, метели тем более. Но наш метеокор Иван Полехин веры в суровую зиму не теряет и с надеждой листает народный календарь, выискивая намеки на раздуваемые ветром снежинки. Ростовчане, всем огромный погодный привет. Ну что, сегодня ненадолго заглянем в наш с вами любимый народный календарь. Объем 2 февраля, Ефимов день. Название ни о чем не говорит нам, но объяснение, естественно, есть. Именно с этого числа, именно с этой даты считалось, что должны начаться настоящие февральские метели. Даже говорили наши предки, что на Ефимоветры дули, шапку сдули, кафтан сорвали, а рукавицы, как говорится, сами спали. Ну, не знаю, возможно, в других регионах это и так сейчас происходит, да, но у нас метели, это скорее такой антураж для сказки 12 месяцев. У нас в погодном плане февраль, скорее ветер не метельный, а не стабильный. Произойти может в этом плане все, что угодно. Ну, испортится ли погода в ближайшие сутки, расскажу, как всегда, буквально через несколько мгновений. Субтитры подогнал «Симон» Погода в последний рабочий день недели не испортится. Напротив, станет немного теплее, буквально на 5 с плюсом. Сегодня ночью, правда, чуть подморозит, до минус 2 опустится температура воздуха. На небе в пятницу облачно с прояснениями, а с неба ничего, никаких осадков не ожидается. Ветер точно повторит сегодняшние значения скорости около 3 метров в секунду. В общем, спокойно завершаем рабочую неделю и готовимся продуктивно отдохнуть. Таким был «Ростов сегодня». А каким он будет завтра, смотрите на «Первом ростовском» завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Всего доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин